Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. В эфирной студии Роман Шахов, Александра Хайрулина. И мы начинаем. Мы вас искренне приветствуем и с невероятным удовольствием, счастьем и радостью сообщаем. Сегодняшний концертный зал имени группы «Якруна». Друзья, мы, конечно, приветствуем в первую очередь Луизу Монгулову, солистку, голос проекта «Якруна». Ну и, естественно, пульс группы, человека, который также имеет непосредственное отношение к основанию группы «Якруна». Это Марио Калдараро. Ребят, добрый вечер. Здравствуйте. Ну и сегодня группа «Якруна» у нас в полном составе присутствует, я так понимаю. Тогда кого-то, Луизу или Марио, попрошу представить всех замечательных профессионалов, которые сегодня в нашей студии. Начну с нашего молодого музыканта, саксофонист Михаил Зуев. Миша, привет. Бас-гитара Александра Надеждин. Александр, здравствуйте. Александр, Виктор, чуть-чуть там, да-да-да, на гитаре чуть-чуть. Поздоровайтесь на гитаре. Пусть гитара тоже поздороваться. Да, да-да. Фактурно. Перкуссия, ударная установка, сегодня в таком… Лайт-варианте. Да, в лайт-варианте. Марио Калдараро. Марио, привет, еще раз. Гитара Александр Борисов. Александр Борисов. И вокал Гусли, Калимба, и всякие девочки, Калюка. Сегодня Кугикла не принесла Луиза Имангулова. Да, друзья, для тех, кто по какой-то уважительной причине нас слушает, в своих автомобилях они смотрят, вы все-таки лучше смотрите. Но если что не получается, я вам расскажу, что действительно рядом с Луизой, очаровательной девушкой, рядом лежат аж несколько музыкальных инструментов, которые, я так полагаю, мы обязательно услышим в нашем сегодняшнем таком концерте-знакомстве. Надо сразу сказать, что встреча не случайна, а она проходит в канун большого концерта в джаз-клубе Алексея Козлова. Это будет премьера абсолютно новой программы «Разноцветные песни» и полгода альбому «Зеленая улица». Все смотрят на меня и думают, пусть она дальше и поет сама. Дело в том, что альбом был там же презентован. 15 марта. Да, да, да. И мы всех приглашаем. Начало 8 вечера. Билеты еще есть, правильно? Все, ребята? Еще есть. То есть можно успеть насладиться прекрасной живой музыкой. Да, но надо сразу, конечно, сказать, на что настраивается. Группа «Экруны». Тогда несколько слов, Луиз, от тебя ожидаем до описания стиля, направления, жанра. Мы играем в стиле этно-джаз, в стиле этно-фьюжн. На концерте у нас будет очень весело. Приходите танцевать, слушать красивые песни. Будут и старые песни, будут и новые песни. Будут прекрасные музыканты приглашенные. Как раз Михаил Зуев, мой детский коллектив в таком малом составе. Жар-птица. Жар-птица. Откуда вы все знаете? Может быть, Марио что-то еще добавит? Ну, я знаю, что можно долго говорить по поводу нашей стилистики, тем более, что джазовые критики не единодушны в определении нашего стиля. Но я думаю, что мы лучше сыграем, а вы уже составите свои впечатления. А вы знаете, это всегда даже и замечательно. Не надо никого слушать, вы сразу просто заявляете. У нас такой стиль, жанр, направление, екруна. И становитесь одновоположниками этого самого направления, остальные уже становятся как бы вы, под вас, и так далее. Ну, это как екруна, знаешь. Ну, хотя бы несколько слов я от себя добавлю. Если что-то неправильно говорю, сразу меня поправляйте. Ради бога, Луиза и Марио. Это фольклор, это народные песни, но... Они лежат в основе. Они лежат в основе, да, но уже обработка совершенно другая. Все тексты абсолютно традиционные, фольклорные. Все тексты. На разных языках, не только на русских. Причем некоторые композиции, я знаю, очень уникальные, добытые Луизой в архивах, где-то записаны из первых уст. Ну, мы, конечно, поговорим и об этом в том числе. Я сейчас, честно, уже прям не терпится. Хочется послушать вас. Песня «Улица» записана в Оренбургской области. Троицкая песня. Песня «Улица» Улица, да и улица. Песня «Улица» 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 КОНЕЦ 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 Ну, это просто волшебство какое-то. Группа «Икру» на программу «Концертный зал» на телерадиоканале «Страна ФМ». Ребята, спасибо большое. Это как удивительное сочетание. Знаешь, если сейчас деревья опять станут зелеными вместо желтых... Мы не удивились. Вообще наличие саксофона в такой народной композиции какое-то ощущение складывает, что такое романтическая коллекция, вот эти вот диски. Видишь, это потрясающе. Очень хочется подпевать и сожалеешь в этот момент, что ты не знаешь слов. Я вам оставлю текст. Хорошо, обязательно. Вокалист. Ребят, по поводу текстов. Насколько сложно добывать тексты таких песен? Пишутся ли такие песни новые, современные, стилизованные под песни того времени? Как это происходит у вас? Добывать сложно, потому что сейчас бабушки не молодеют, и много кто уже уходит. Мы ездим в экспедиции. Я из Самарской области, и там сейчас у нас есть Центр традиционной культуры. И вот ребята собираются летом и едут в экспедиции, собирают фольклор. Ну, пока есть источники. А по поводу того, что можно ли... Современным авторам как-то стилизовать или, может быть, в этом же ключе работать? Ну, вот, например, есть Сергей Николаевич Старостин, который написал песню «Глубоко». Она очень похожа на традиционную, но это его авторская вещь. И она есть в вашем репертуаре? Нет. Нет. Ну, просто как пример, просто прозвучал. Что касается языков, сколько языков на сегодняшний день в репертуаре группы «Якруна»? Три. Это какие, Марио? Если суахили, то четыре. Если суахили, то четыре. Александр подсказывает. Так, 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 так. Так, хорошо, суахили еще какие? Молдавский, татарский. Молдавский, татарский, русский. И вы все планируете еще и армянские песни? Конечно, да. Армянская у нас тоже есть. Такие испанские, в общем-то. Но это древний армянский язык. Древний, да, то есть не каждый армянин еще поймет, о чем так идет речь. Они понимают, что это язык армянский, но не все понимают слова. Где вы достали древнеармянскую песню? Как это вообще? В Армении, я так полагаю. Вы, Заравильна, вам слово. Не в экспедиции, эта песня была на просторах интернета, но сделана немножко по-другому. Ну, есть коллектив, сейчас не вспомню. Не надо, зачем нам другие коллективы, у нас сегодня один, самый главный и лучший. В общем, в интернете. В общем, в интернете. Друзья мои, у нас прям коротенькая пауза, вы далеко не вздумайте даже отходить, потому что концертный зал продолжается, и мы еще обязательно услышим с вами несколько композиций в исполнении группы «Якруна». Оставайтесь с нами. Студия 89,9. Концертный зал. Друзья, группа «Якруна» сегодня в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Мы слушаем замечательные песни и зазываем вас на прекрасный концерт. 2 октября. Большой концерт состоится в джаз-клубе Алексея Козлова. Премьера новой программы разноцветной песни «Моросейка 9.2». Встречаемся в 8 вечера. Приходите. Если вы сейчас насмотрите и глядя на Луизу, думаете, ну, подождите, как, мы же знаем ее, она в «Голосе» участвовала, прекрасно и хорошо помним, и тут вдруг теперь… Луиза, давайте раскроем тайну. Да, это та самая Луиза, которая участвовала в 5-м «Голосе». И надо сказать, что Марио, наверное, тоже многим вам может быть знаком, потому что его сценическая биография очень и очень велика. И каких только не было коллективов, и каких только не было концертов за рубежом. Даже не знаю, какие-то, может быть, перечислить лучше Марио, вдруг кто-то припомнит, где-то видел. Например, страны. Например, страны, да. Ну, скажем, дальше Новой Зеландии, наверное, никто никуда не уезжал, я там был. 29-й Всемирный Конгресс Виолы в 2001 году в составе «Арджас Фолк Трио Тригон». Новой Зеландии, это вот, если посмотреть на глобус, это диаметрально противоположная от Москвы точка. Дальше уже некуда. Это не только выступления за границей, но еще и мастер-классы, и даже преподавания какой-то период там за границей. Ну, а Луиза у нас вообще, надо сказать, учитель года, аж целых не раз. А два раза, как минимум, преподаватель по вокалу уже с большим стажем, несмотря на свою молодость. Ну, а именитый коллектив «Жар-птица», которым Луиза успешно руководит. Ну, в общем, он тоже титулованный очень, имеет огромное количество наград. И объездили тоже очень много стран. Да, были в Польше, были в Чехии, в Австрии. Приложим вопрос объединения «Якруны» и «Жар-птицы». Возможно ли такое? Ну, хотя бы на какие-то концерты, мы понимаем, не теперь отныне идти рука об руку. Ну, вот, 2 октября как раз представители «Жар-птицы» будут на одной сцене с «Якруны» исполнять музыку нашу. Ох, как интересно! Вот, видите? Люди, которых обучают Луиза, они будут уже... Ну, у нас в первом альбоме уже задействован, скажем так, представитель ансамбля «Жар-птица». А сейчас у нас будет скоро выпущен сингл, называется «Африканская», которого сейчас мы поиграем. Ой, спасибо за неё отдельно! Это вещь, которая мне очень-очень нравится. Прямо отдельное спасибо. Да, и вот девочки мои там тоже участвовали в этом сингле. Африканская на каком языке? Сразу вопрос. Африканские мы не перечисляли, просто среди... Слохие ли мы сказали? Слохие ли мы сказали? Слохие ли мы сказали? Это традиционная Смоленская область вообще? Да что вы говорите? Это знаменитые африканцы Смоленской области написали эту некогда песню. Ну что ж, давайте тогда послушаем. Я хочу, чтобы Луиз, ты рассказала про инструмент, который сейчас в твоих руках находится. Называется «Колимба». Или «Мбира». Да, и вот Марио мне рассказывала, что... Откуда, да? С какой стороны это наш инструмент? Такой неизвестный или нет? Навряд ли, судя по названию, да. Первый инструмент, по легендам, был сделан из черепа сварливой жены. Вот. Ну не знаю, насколько это правда. Если Марио рассказал, то правда, конечно. И также из тыкв, да, был сделан? Ну дальше уже, да, жены кончились, начали делать из тыкв. И тык. А сейчас как раз урожай хороший. Может быть, сейчас, если крупным планом оператор покажет, как выглядит этот инструмент, многие... Ну это уже не из тыквы сделано, это уже из дерева. Немножко такой эстетичный скворечник, да. Скворечник. Луиз, дорогая, почему на таких редких инструментах тебе, милой, очарательной девушке, пришлось обучаться? Вот скажи. Вот почему? Все как бы на одном инструменте играют и играют. Вот саксофон, пожалуйста, бал, гитара ударные. Сохотелось, притянулось. Кажется, на тебе Марио эксперименты ставят какие-то. Подумай об этом. Африканская группа Екруна. Слушаем, смотрим. 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 Зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Дамы и господа, мы сегодня слушаем замечательную живую музыку группы «Якруна» у нас в концертном зале и призываем вас находиться также в этой позитивной атмосфере и помните, что у ребят 2 октября случится концерт. Мы знакомимся с фольклором, но в очень современной и необычной обработке, аранжировке. И это потрясающе. Правда, друзья, я искренне поздравляю вас, если вы сегодня в нашей компании и, конечно, нас тоже, потому что мы счастливы невероятно. Я не могу не затронуть эту тему, потому что очень важная. Я хочу, чтобы Марио рассказал нам «Живые ворота». Всем понятно, наверное, более-менее название. Это тот самый коллектив, в котором вы также стояли и он существовал до появления… Он существует и до сих пор. Да вы что это? Ах, мы думали, что это уже закрыли и появилась «Якруна». Нет, нет. Ну тогда рассказывайте, что такое «Живые ворота», как существует этот коллектив и как появилась «Якруна». И зачем же вам понадобилось вот это вот священное дерево… В колумбийских деревьях. Да. Ну, изначально, когда мы с Луизой решили заняться совместным творчеством, мы создали дуэт, который назвали «Живые ворота». «Живые ворота»? Да. Ну, как бы простенько и со вкусом. Приснилось мне это название. Ах, вот, интересно. И мы стали сочинять музыку. Луиза, как эксперт по традиционному фольклору, предлагала песни, предлагала тексты. И мы совместно уже занимались аранжировками. Ну, нам было весьма интересно, поскольку спектр музыкальных инструментов можете себе представить. Да, ударные инструменты. Все, которыми владею я и Луиза, голос и весь ее спектр. Это гусли, калюка, это когиклы. И нам приходилось непросто, но это было очень интересно. После того, как Луиза поучаствовала в программе «Голос», мы подумали, что пора делать следующий шаг, и чтобы из проекта «Живые ворота» вырос следующий проект. И пригласили в наш проект двух Александров, Александра Борисова, Александра Надеждина. Слушайте, но Александр Борисов уже в «Голосе» был, помогал Луизе. Конечно. Он уже был посвященный, поэтому с ним было совершенно понятно. Он понимал, куда он идет, да. Он понимал, да, безвыходность этой ситуации. Он понимал, что он теперь обречен на сотрудничество с нейтруйной. А у Александра Надеждина, у него огромный опыт работы в группе «Манго-манго». Это тот самый знаменитый Надеждин из группы «Манго-манго». На басу у нас Надеждин очень с девушками нежен. Вот это да. Как интересно. Представилка была группе «Манго-манго». И мы познакомились с Александром на фестивале «Белые ночи» в Перми, где он приезжал с группой «Маркату». И как-то поговорили, попробовали поиграть вместе. На сцене был джем. Я записал Сашу на телефон. И когда у нас возникла вот эта вот идея, я так перебрав уме возможные варианты, остановился на том, что Александр будет тем самым человеком, который нам нужен. Так родилась якруна. Так вырос первый, скажем так, цветок этого дерева. Ну, название же, Марк, это твоя идея. Название моя идея. Здесь уже во сне к Луизе не приходили никакие? Ну, во сне не приходили, да. Уже, вернее, приходили, но не к Луизе. Вот. И название почему мне понравилось? Потому что это дерево, прежде всего, лекарственное. Это целебное растение, которое колумбийскими индейцами использовалось как лекарство. В основу поисков этих растений взят сценарий фильма «В объятиях змея», который был снят по реальной истории двух исследователей, сменивших друг друга с перерывом в 30 лет, которые разыскивали этот цветок, это дерево в лесах Колумбии. И посмотрев этот фильм, почитав какую-то литературу по этому поводу, мы пришли к выводу, что это подходит. Ну, я предложил это название, и когда меня спросили, почему именно такое, я сказал, ну, в принципе, то, чем мы занимаемся, наша музыка, это своеобразный мост к предкам. Потому что культура, которая лежит в основе, это песни, традиционные русские песни, мы их аранжируем в современном варианте, вот таким вот джазовым фьюженом, где-то в рок-варианте. То есть у нас достаточно большой спектр стилистик, стилей, которые мы используем в творчестве. И это очень важно, потому что корневая культура, которая сейчас, ну, нельзя сказать, что угасает, не хотелось бы так говорить, но она находится в серьезной опасности, скажем так, потому что мы забываем о своих корнях, и это не может не сказаться, потому что если дерево обрубить корни, оно засохнет, как бы оно не держалось какое-то время, оно все равно засохнет. И мы пытаемся каким-то образом это вот сделать это необычным, оригинальным, популярным, я не знаю, назовите как хотите. Нам нравится, мы живем в этой музыке. Сделать это живым. Сделать это живым, да. Из живых ворот выросла икруна, таким вот образом. Да, вышла икруна, которая соединяет и исцеляет. Очень важна эта вещь. Да, исцеляет, потому что хорошая музыка. Музыка, как сказал в свое время Шри Чин Мой, известнейший духовный учитель, да, и наставник, в том числе и участников группы Битлз, в свое время, он сказал, что музыка — это мечта Бога. То есть это универсальный язык, на котором мы можем разговаривать. Поставьте человеку любую музыку, исполняя ему на любом языке, он почувствует от нее либо благодать, либо ему захочется куда-то убежать, либо, не дай Бог, суицидальные какие-то вещи могут возникнуть. Никому не желаем, но мы работаем вот именно в этом ключе, чтобы это было солнце, чтобы это была любовь прежде всего, чтобы это была радость. И наши корни, музыка наших предков, слова наших предков. Ох, как это слышится, правда, благодать в ваших песнях, в вашем исполнении. Мы рады. Что будет дальше? Что мы послушаем? Следующая будет свадебная песня Самарской области. А потому что девушка же напоила, накормила. Ой, все логично. Патья уложила, теперь все идут к свадьбе. В огороде мята. В огороде мята, да вся преломата. Патья уложила, теперь все идут к свадьбе. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, что это? Что это вы думаете, пребывая просто в диком восторге? Это группа «Якруна», это программа-концертный зал и телерадиоканал «Страна-ФМ». Ну а 2 октября нужно отправляться в джаст-клуб Алексея Козлова, потому что группа «Якруна» представит новую концертную программу, которая называется «Разноцветные песни». Кстати, наконец-то у нас в студии в татарском языке прозвучала песня. За два года впервые, впервые. Мне писали письма, почему говорили, мне звучат. Чуть-чуть про альбом «Зеленая улица». Это же тоже целая история. Да, про девушку, историю любви. Если мы видим в афише, что представлена будет в клубе Алексея Козлова новая программа, значит ли это, что будет и новый альбом через какое-то время? Ну, сингл будет представлен точно. Сингл будет, да, вы говорили. Второй альбом, конечно, тоже. Второй альбом. Конечно, мы работаем над этим. Второй альбом будет представлен в живых звучащих песнях. После чего он будет представлен уже и на носителе. Хорошо. Расскажите про инструменты, пожалуйста. Луиза, где можно сейчас в 21 веке свободно найти гусли? Как это вообще происходит? Легко. Сейчас очень много мастеров прекрасных, молодых. Я вот заказывала свой инструмент у Дмитрия Парамонова. Он с Омска сейчас, он живет в Москве. Можно заказать у Ильи Ахрамеева. Ну, наверное, тоже реклама пошла. Ну, промышленно они не выпускаются. Нет, ничего страшного, потому что просто Рома-то убеждал меня, что со времен садко гусли больше не производились. Я удивлялся, действительно. Так что это хорошо, что мы произносим эти имена. У них нет ладов. Как это все звучит? Ведь это же как-то у них там учиться играть. Мне кажется, подсказочка какая-то сбоку. Наоборот, мне кажется, проще, чем если бы здесь были лады. Потому что любой маленький человек, взрослый человек может взять и научиться несколько наигрышей сразу там, не знаю, буквально за час выучить. Вот. Здесь ничего сложного нет, на самом деле. Я после эфира вам покажу обязательно. Хорошо. Но ты не изготавляешь сама музыкальные инструменты, в отличие от Марио, который является мастером по изготовлению аутентичных ударных инструментов. Ты не только аутентичных. Не только аутентичных. Просто мастер по изготовлению ударных инструментов. То есть вообще любой инструмент? Ударный, разумеется. Ударный, да, могу сделать любой инструмент. То есть кахон, бубен, что еще? Это кахон, рик, канжир. Это все сделано моими руками. Да что ты говоришь? Ударная установка у меня в моей работе была представлена в 2002 году на выставке «Москва музыка». Ну и скажи, на сегодняшний день пользуются спросом эти инструменты? Ну, у меня, да. Я сделаю себе. Именно от мастера. Нет, себе, да. Я имею в виду со стороны какие-то другие команды группы приходят с просьбой? Ну, приходят, да. Бывает, что я делаю инструменты и для театров, и для отдельно, очень эксклюзивно для музыкантов. Кому нужно нечто особенное, что нельзя приобрести в магазине. Ну, как можно, но за очень большие деньги. А скажи мне, Марио, по секрету, пожалуйста, когда ты изготавливаешь инструмент для себя, для группы «Якруна», и когда, скажем так, на заказ, ты же наверняка делаешь так, что туда похуже, сюда... Неправда. Нет? Подожди, там же есть какой-то даже специальный знак, правда, Марио? Да, у меня есть свое клеймо, и я его везде ставлю. И это знак качества настоящего? Ну, да, это значит, что я беру ответственность за качество этого инструмента. Ну, потрясающая история. Я впервые живым мастером общаюсь. Ребят, зовут ли вас какие-нибудь телевизионные проекты? Потому что это прекрасная музыка, это замечательные саундтреки, где это можно делать. Ну, вот, пригласили ребят. Да, конечно, прекрасный телевизионный проект. Это телевизионный проект музыкальный, но если где-то сыграть, может быть, для фильмов каких-то... Да, мы с удовольствием. Открытых предложений? Открытые, да. Открытые, все. Тем более, здесь уже татарские, африканские фильмы могут обращаться, да? Ах, ура! И так далее. У нас много очень красивой лирической музыки. Записываете вы эту лирическую музыку? Да, конечно. Вот, это хорошо. Что касается концерта, предстоящего 2 октября, в джаз-клубе Алексея Козлова, в самом начале программы Ты нам сказала, что приходите, приглашаю зрителей, потанцуем все вместе. Сейчас уже, вот после третьей прослушной композиции, конечно, я понимаю, да, усидеть крайне сложно. Это невозможно совершенно, поэтому хочется, да, вставать и двигаться. В общем, я так понимаю, что на всех ваших концертах танцы возможны. То есть зрители поднимаются и таким же чудесным образом начинают двигаться. Первыми скакивают дети обычно, да, дети вперед. Они самые тонкие, чувствительные, конечно, они поддаются этой энергетике. Ребенка не обманешь. Вот то, что касается музыки, музыки столько наблюдений за столько времени, всегда ребенка не обманешь. Если ребенок вышел и начинает танцевать, все, музыкант молодец. Что мне особо понравилось, что не обязательно обладать с какими-то хореографическими данными. Музыка такая, что можно просто отдаться ей и двигаться, как тебе хочется. В общем, в этом есть какое-то шаманство, в самом хорошем, наверное, смысле этого слова. Как твоей природе хочется. Какой музыкой вы сами вдохновляетесь? Что вы слушаете вообще? Ну, кроме музыки группы «Якруна». Что у вас в автомобилях звучит? Может быть, у нас кто-то еще поговорит сегодня? Миша волнуется, Миша держит инструмент. Миша волнуется раз, Миша волнуется два. Давайте Александра Викторовича спросим. Александр Викторович, будьте любезны, у вас микрофон тоже там. Да, у меня есть микрофон. Не просто для красоты. Есть голос. Почему бы не сказать что-нибудь. Какая музыка тебя вдохновляет? Разная. Вот, как мой один очень хороший друг, с которым я не виделся где-то больше 20 лет, точно совершенно. Но все это время мы дружили, как-то вот, и когда встретились, как будто мы не расставались там с 88-го года, скажем так. Вот, он сказал, мне нравится любая музыка, которая помогает мне у тисков плясать. Он мастер тоже, делает гитару. Дима Никамульский, да? Дима Никамульский. Просто мой огромный друг. Вот, в прямом и переносном смысле. Он очень большой. Ну, в общем, самое главное, чтобы цепляло, неважно, что это, как его стиле жанра там. В любом случае, это должна быть музыка, не фальшивая. Что-то это должно быть искреннее что-то. Любой вариант. Спектр очень широкий. То есть нет такого прям фанка или там что-то такое. Нет. Любая музыка. Даже не буду сейчас более конкретику какую-то приваливать. Который вдохновляет, который помогает, да. Мы искренне хотим пожелать, чтобы та музыка, которая исполняет группа Якруно, вдохновляла все больше и больше людей на планете Земля. Чем мы сейчас вдохновляться будем? А вам что, хочется лирики или что-нибудь веселенького? Веселенького. Я за расколбас. Это честно веселенькое, да. Я за расколбас. Махнется. Давай. Давайте. Так, на чем будет Луиза в этот раз? В только вокал. В только вокал. Отдохнет хоть немножко. Слушай, ну там такой вокал, Саша, правда. Такие вокальные приемы, я таких не видел никогда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА